Двор дома по проспекту Людвига Свободы стал полем соседской битвы. Жильцы рассказывают, решили облагородить территорию за собственные деньги. 15 клумб обошлись им в 8 тысяч гривен. Говорят, собирали подписи, устраивали собрание. Цветы решили высадить практически единогласно. Около четырех человек было не согласно всего лишь. С подъезда. Ну, по поводу всех не скажу, не знаю, не я собирала подписи. Но все вроде как согласились. И опять-таки на двери висело объявление. Привезут газоны, будем устанавливать. Люди вышли, поставили газоны, наполнили их землей. Посмотрите, цветочки посадили. Дети помогали, радовались все. И это все прожило 5 часов. Но вечером того же дня кто-то разгромил все клумбы. Говорят, приехали ребята с безвольными битами, 15 человек. И все это организовано, да, разрушили. Буквально четко по времени, там, за две минуты, да, сели на машины и уехали. Жильцы обеспокоены. Десятилетний ребенок едва не стал невольным свидетелем дворового погрома. Ребенок выходил на тренировку 6.15. Я посмотрела в окно, клумбы стояли на месте, все было хорошо. Я выходила где-то без 27, уже все было переколочено. То есть тут уже вопрос о том, страшно попасть можно было под горячую руку, когда все это происходило. Местные жители грешат на соседей по дому, который устроили из двора парковку. Ребенок выскакивает с детской площадки, а он со всего маху сюда въезжает. Ты что, не умеешь заезжать на первой скорости потихоньку сюда? Пусть сначала научатся ездить, а потом заезжают. Нет, не против детей. За свои машины. Вы хотите, чтобы мы тут не ставили свои машинки? Ничего такого не выйдет. Возмущенные люди обратились в милицию по факту хулиганства. В данный момент ведется следствие. Ирина Антонюк, Елена Захаренкова, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Какой-то вот...